Сердце завода – производственный цех. Здесь выпекают, пожалуй, самый востребованный продукт на наших столах. 500 граммов весит буханка и ни грамма меньше. На соотношение веса и цены с продуктом из социальной корзины не экспериментируют. Свыше 100 наименований хлеба и хлебобулочных изделий. Не каждое предприятие может похвастаться таким ассортиментом. А сколько тонн в день? Давайте так, в среднюю погоду, потому что в летний курортный сезон это больше. В среднем 20 тонн в день, да? А мы, по-моему, его можем грузить до 60. Да? Да. Можно и 60, но встает вопрос о реализации. Любому производителю нужен рынок сбыта. Это первое, что скажет глава города на встрече с коллективом Анапского хлебокомбината. Вот сегодня, когда говорили, Елена Анатольевича, по реализации хлеба, мало того, что мы, наверное, нуждаемся в том, чтобы в Анапе были какие-то, наверное, фирменные, что ли, хлебные магазины анапские, да? Это увеличение реализации. И вот я и ранее помнил, и сейчас знаю этот вопрос, и поручение я дал заму своему о поторговле. Чтобы увеличить реализацию, наверное, нужно вплести сюда, грубо говоря, санаторно-курортный комплекс, который летом поглощает хлеба, ай-яй-яй, сколько. Я думаю, что мы с санаторно-курортным комплексом поработаем сезон и два. И просто отбяжем их брать наш анапский хлеб и заниматься этим. Тем не менее, нерабочие вопросы стали лейтмотивом встречи. Из 271 сотрудника хлебокомбината большинство анапчане, которых волнуют проблемы родного города. Например, незаконная парковка транспортных средств. Дело в том, что в Анапе только в летний период есть КМП, которые занимаются эвакуацией. Сейчас, я даже к своему комбинату просто подвязываюсь, мы специально в системе единой дислокации поставили, установили знаки, что стоянка запрещена, работает эвакуатор. Но знаки не действуют, потому что это действительно проблема, потому что забирать машин не будет. Но решение проблемы не в запрещающих знаках и эвакуаторах, говорит глава Анапы. На любой запрет должна быть альтернатива. И здесь надо решать комплексно проблему отсутствия парковок и бездумной многоквартирной застройки. Сегодня, если раньше машина была роскошь, но сегодня это средство передвижения. Практически, практически у каждого человека есть машина. Очень у многих есть две машины в семье, да? Но мы ставим на задачу, парковочные места около новостроек должны быть. Это проблема, которую они создают, когда вокруг домов, во двора все забито этими машинами. Председатель горсовета знает, мы вышли с предложением на сессию, вот мы в середине февраля будем рассматривать, и мы имеем право на основании краевого закона, свой закон местный сделать, чтобы вы все знали. Мы хотим ввести коэффициент один. Одну машину на одну квартиру. Задали и самый острый на сегодня вопрос, когда начнется строительство школ и детских садов. Первое движение, которое я сделал по городу Бурук-Донапа, это у нас есть РГСУ, знаете, да? Конечно, да. Вот, я обратился к министру образования Российской Федерации, попросил Вениам Иванович, он меня поддержал, чтобы нам передали РГСУ на Тургенево четырехэтажное здание, чтобы хотя бы разгрузиться одной школой. Ну, хотя бы, хотя бы. По шестой школе пристройка на 400 мест. Проект готов, все готово, экспертиза готова, сейчас деньги выделяют, будут строить. Следующая школа, 1550 мест будет сдана 1 сентября 2020 года. То есть... А решите узнать, в каком месте где? В Горгипе, на той стороне. Завершается строительство садика в Алексеевке. В ближайшее время социальная стройка начнется на улице Крымской. Возведение второго детского сада. Движение есть. В течение пяти лет Анапа прирастет новыми соцобъектами.